Садридин Айни, Тадж, Садридин Айн, настоящее имя Садридин Саид Мурадзода, 15 апреля 1878 года, Сактари, 15 июля 1954 года, Сталинобад, таджикский советский писатель, общественный деятель и ученый, основоположник таджикской советской литературы, лауреат сталинской премии второй степени. Биография Садридин Айни родился в селе Сактор, мать его происходила из села Махала и Болушефирканского тумана, Айни учился в бухарском медресе Кукельдыш, был близко знаком с видными бухарскими интеллектуалами, среди которых были Садридио, Домула и Крамчайдер. Садридин Айни был участником движения просветителей, Джадидов принимал участие в установлении советской власти в Бухаре, в советское время занимался в основном литературной деятельностью, составил впервые антологию таджикского национального творчества, образцы таджикской литературы. С 14 апреля 1951 года академик и первый президент Академии наук Таджикской СССР, депутат ВСССР от 3 до 4 созывов, Айни был в числе организаторов Самаркандского государственного университета в 1927 году, который тогда назывался Академией основной труды. Садридин Айни, кроме родного таджикского, прекрасно знал узбекский язык, некоторые свои произведения писал на обоих языках, он внес значительный вклад в литературу обоих народов. Его основные труды – Одина, Дахунда, рабы, смерть ростовщика, воспоминания, повесть Одина, считается началом новой таджикской литературы. Писатель да и кроме говорил «Все мы вышли из Одины», Дахунда, знаменует дальнейшее развитие автора в русле социализма. Если Одина пассивный герой, то Дахунда активный участник революции. Рабы – первый таджикский роман, рисующий жизнь в Средней Азии от начала 19 века до 30-х годов 20 века. Смерти ростовщика создан колоритный образ Ханжи и Скряги Кори и Шкамба, сравнимый с Плюшкиным и Удушкой Головлевым, Гапсеком, и в то же время имеющий национальные таджикские черты. Воспоминания представляют по существу собрания новеллы о детстве, юности автора и дают широкую картину жизни бухарского общества на рубеже веков. Они получили высокую оценку таких писателей, как Леонид Леонов, Константин Фидин, а также в Иране, высоко оценивали творчество Устода, а также Самуил Маршак, Антана Свенслова. Луи Арагун сравнивал его с Джеком Лондоном и Киплингом. На Каирской конференции писателей Азии и Африки 1962 году он поставлен в один ряд с такими классиками Востока, как Робин Дранаттагор, Лусейн, Таха Хусейн. Произведения Айни переведены на русский, украинский, белорусский, литовский, польский, чешский, французский, урду. Автор трудов по истории и литературе народов Средней Азии, работал над составлением антологии образцы таджикской литературы, включавшей в себя лучшие образцы поэзии, начиная от Рудакии до начала XX века. Этим изданием Айни доказывал существование самостоятельной таджикской нации, ее истории и культуры в своем споре с пантеркистами. Сам писатель говорил, что произведение на основе исторических фактов сорвало завесу с происков и домогательств пантеркистов и наложило на них печать молчания. На этой почве у него был конфликт с Файзулой Хаджаевым. Пантеркизм имел в начале 20-х годов поддержку сверху, так как СССР был заинтересован в хороших отношениях с Кемалийской Турцией. Это не значит, что Айни не принял советской власти, хотя такие обвинения в его адресы выдвигались, например, и на Бухариным. Участник вскрытия гробницы Тамерлана в 1941 году, а также могилы основоположника классической поэзии Фарси Рудаки, встречался со Сталином, Максимом Горьким, Якубом Каласом, Юлюсом Фудчиком. Садридин Айни умер 15 июля 1954 года в Сталинобаде, наградой премии «Сталинская премия второй степени» за книгу «Воспоминания», «Три ордена Ленина», «Орден Трудового Красного Знамени», «Заслуженный деятель науки Таджикской ССР», «Почетный академик Академии наук Узбекской ССР», «Звание Героя Таджикистана», «Кавалер ордена», «Буюк Хизмат Лари Учун», «Память», «Дом музея Садридина Айни» в Кишлаке Сактари, «Дом музея Садридина Айни» в Самараде. Улица Садридина Айни в Душанбе, улица Садридина Айни в Самараде, улица Айни в Бишкеке, улица Садридина Айни в Казани, памятник Максиму Горькому и Садридину Айни в Душанбе, памятник Садридину Айни в Самараде. В 1958 году и в 1968 году были выпущены почтовые марки СССР, посвященные Садри Динайне. Портрет Садри Динайне изображен на купюре достоинством пяти Самони 1999 года. Бухарский областной узбекский театр музыкальной драмы и комедии носит имя Садри Динайне. Самаркандский государственный педагогический институт носит имя Садри Динайне. Айнинский район Сагдийской области Таджикистана. Театр оперы и балеты имени Садри Динайне в Душанбе. Таджикский государственный педагогический университет имени Садри Динайне в Душанбе. Парк культуры и отдых имени Садри Динайне в Душанбе, где воздвигнут мавзолей Айни. Союзом писателей Таджикистана учреждена литературная премия имени Садри Динайне. Самолеты Boeing 737 авиакомпании Таджикистана Самон Air носит имя Садри Динайне. Некоторые школы на территории Таджикистана и Узбекистана носят имя Садри Динайне.